Дорогоценные, приветствую вас, приветствую вас, братья, сестры, все кто смотрит нас, все кто участвует в молитвенном марафоне. Это большое благословение сегодня служить вам. Я поздравляю вас с наступающим праздником, с самым главным праздником всех христиан. Это праздник Песох, это праздник Пасха, которая говорит нам об Иисусе Христе, которая говорит нам о выходе из проклятия для всего человечества. И я хочу тебя сегодня, брат и сестра, благословить в этой молитве. Я хочу воспользоваться сегодня тем даром, который дал Господь, сегодня стоять и проповедовать в твой дом, в твою жизнь, в твой дух. Я хочу, чтобы слово Божье, оно тебя сегодня оживотворило, как оно оживотворяет христиан уже две тысячи лет. Я хочу проповедовать и благословлять тебя словом из Исайя 44 главы. И я говорю тебе сегодня в этом дне. Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерни. Не бойся, раб мой Иаков и возлюбленный Израиль, которого я избрал, ибо я и залью воды на жаждущее и потоки на иссохшее, и залью дух мой на племя твое и благословение мое на потомках твоих, и будут расти между травой, как ивы при потоках вод. Один скажет, я Господень, другой назовется именем Иакова, а иной напишет рукой свою, я Господень, и прозовется именем Израиля. Сегодня я говорю, что Бог, Он будет изливать на твою жизнь, на тех, кто жаждет встретиться с Богом, на тех, кто жаждет познать Его, чтобы Дух Святой, Он изливался. Давайте, братья и сестры, сегодня помолимся для того, чтобы Бог благословил наши семьи, Бог благословил наших родных и близких. Отец Небесный, я молюсь, Боже, за каждого, Господь Бог мой, кто исповедует Сына Иисуса Христа Господом своим, живым Богом. Я молюсь, чтобы они здравствовали, я молюсь, чтобы благословение было в их домах, чтобы помазание Духа Святого, оно сходило, Господь, на каждого, кто исповедует Господом и Спасителем Иисуса. Я молюсь, чтобы было финансовое процветание, чтобы никакие болезни, они не приближались. Я молюсь сегодня, чтобы злой дух, он проходил мимо наших домов, мимо наших детей. Я молюсь, драгоценный Дух Святой, пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа будет в каждой семье, будет в каждом доме, будет в каждом храме, Господь. Я прошу Тебя, драгоценный Дух Святой, за наши страны. Я прошу Тебя, великий Бог, пусть Твоя сила, Господь Бог мой, осияет каждого. Я прошу Тебя, пусть сила, сила жизни, Господь, войдет в каждого верующего, в каждого, Господь, кто исповедует Тебя. Я молюсь во имя Отца, я молюсь во имя Сына, во имя Иисуса Христа и Духа Святого. Аминь. Драгоценный, я поздравляю вас. Я хочу, чтобы вы подготовили свое сердце для того, чтобы встретиться, встретиться всем вместе, сидя по домам, приняв причастие, вспомнив о том, что сделал для нас Иисус Христос, о том, что Господь, Он победил сатану. Ты знаешь, сегодня в мире такая сложная обстановка. Сегодня дьявол пытается войти в каждое сердце, каждому человеку. Знаешь, только Иисус Христос, Его Слово, Его Имя может остановить это. Сегодня, как никогда, Пасха, она празднуется, так же, как и во времена Первоапостольской Церкви. Когда люди собирались по домам, когда они не могли открыто говорить об Иисусе, когда церковь была гонима. Знаешь, так же, когда Моисей собрал свой народ, когда Бог ему сказал, чтобы они закрылись, чтобы они взяли Агнеса, безвинного Агнеса, на котором не было никакого греха, не было никакого порока, чтобы они принесли его в жертву и помазали его кровью косяки дверей. То же самое, знаешь, Пасха Нового Завета, это то же самое, что Иисус Христос стал этим Агнесом. И сегодня каждую семью Бог помазывает, Бог кропит кровью его. Послушай, если ты исповедуешь своим Господом Иисуса Христа, я пророчествую тебе, что никакой злой дух, он не проникнет в твое семя, он не проникнет в твою семью, потому что ты благословен. Благословен, потому что твой род благословен, потому что Бог говорит, что ты его, ты его дитя, за которого он отдал своего сына. Самое ценное, что у него было. Знаешь, этот мир сегодня, он пытается дать отверженность, этот мир сегодня отвергает сынов Божьих, этот мир сегодня отвергает Слово Божие. Люди, которые рождаются сегодня в этом проклятии, все, что сейчас происходит с экранов телевизора, все, что сейчас говорят слухи, все, что сейчас противится Духу Божьему, послушай, это приходит через сатану. Но я могу тебе сегодня сказать, что дьявол уже побежден, и побежден он именем Иисуса Христа, он побежден с жертвой Иисуса Христа. Знаешь, на этом кресте, две тысячи лет назад, произошел обмен. Бог забрал всю твою отверженность, забрал все твое проклятие, все твои грехи, об этом говорит Писание Святое. И когда ты начинаешь верить, когда ты смотришь на крест, послушай, с креста происходит обмен, и в твою жизнь приходит благословение, в твою жизнь приходит успех, послушай, в твою жизнь приходит праведность от самого Иисуса Христа. Дьявол сегодня через отверженность приходит в каждый дом, в каждого человека. Когда приходит отверженность в какую-то семью, семья разрушается. Отверженность дает проклятию действовать в каждом роде. И знаешь, через отверженность дьявол разрушает семьи, забирает здоровье. Через отверженность дьявол лжет в каждого человека. Люди, которые отвергнуты где-то с самого детства, люди, которые отвергнуты народом, обществом или какими-то лукавыми делами. Послушай, эти люди, они не могут видеть истину. Они видят ложь сатаны, что этот мир, он серый, что этот мир приносит только огорчение и боль. Но я могу тебе сказать, что Иисус, Он взял всю твою отверженность. В Слове Божьем написано, что Иисус был отвергнут в первую очередь своими учениками, своими родными и близкими. Я могу тебе сегодня сказать, если ты когда-то был отвергнут своими родными, тем, кому ты доверял. Послушай, Иисус это все испытал для того, чтобы ты сегодня мог эту отверженность повесить на крест и взять с этого креста принятие тебя как сына Господа. Послушай, я могу тебе сказать, что отверженность, она уже забрана Иисусом Христом. Он впитал ее в себя. Когда-то Петр, любимый ученик, который говорил Христу, что я никогда тебе не оставлю. Но настал тот день, когда Петр предал Иисуса Христа три раза. И послушай, Иисус это прошел. Иисус этому не удивился, потому что он Господь. Он знает, что в прокрест всяк, кто доверяет людям, но блажен муж, который надеется на Господа. Знаешь, Господь нам показал этот пример. Я могу тебе сказать, что есть еще пример в Библии, когда Иисус был отвержен своим народом. Тем народом, послушай, которого Он исцелял. Тем народом, которого Он благословлял. Тем народом, которого Он учил. Иисус собирал толпы народа, и Он делал им добрые дела. И люди кричали Ему, осана, осана. Но те же люди, послушай, кричали потом, распни Его, распни Его. И Иисус испытал это. Когда эти люди били Его, когда они смеялись, издевались над Ним. Послушай, написано в Исаии 53, что наказание мира нашего, оно было на нем. Я хочу тебе сегодня говорить из Исаии, давайте прочитаем Исаии 53. Здесь написано, ибо Иисус взошел пред Ним, как отпрыск и как расток из сухой земли. И нет в нем ни вида, нет ни величия. И мы видели Его, и не было в нем вида, который бы привлекал нас к Нему. Но Он был презрен. Послушай, презрен. Он был отвержен. Он был умолен пред людьми. Муж скорбей, изведавший болезни. И мы отвращали от Него лицо свое, и Он был презираем. И мы ни во что не ставили Его. Послушай, может быть, сегодня в твоей жизни есть те же самые вещи, что испытывал Иисус Христос. Я хочу тебе сегодня сказать. Я хочу тебе дать Евангелие, благую весть о том, что Иисус дает тебе сегодня свое принятие. Иисус, Господь, принимает тебя. Может быть, мир не принимает, люди не принимают, но Иисус тебя принимает. Слово Божие, оно говорит, что Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаемый, наказуемый, не чужен Богом. Но Он извязан был за грехи наши и мучен за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем. И ранами Его мы все исцелились. Послушай, народ, которому Он пришел, Он истязал Его. Тот народ, Он издевался над Ним. Послушай, но Иисус это все пережил. Знаешь, я тебе могу сказать, та отверженность, которая приходила от людей, Иисуса не волновала. Я могу тебе сказать сегодня, что время Нового Завета, оно дает тебе шанс никогда не быть отверженным. Оно дает тебе шанс быть принятым самим Господом. Самое, что испытал Иисус Христос и что убило Христа на кресте, это не отверженность народа и его друзей. Иисуса убило отверженность от самого Бога. Иисус Христос, послушай, взошел на этот крест для того, чтобы ты сегодня никогда не был отвержен Богом. Отец послал своего сына на этот крест, чтобы судить сына вместо тебя и вместо меня. Послушай, наказание мира моего и твоего, оно было на нем. Ты знаешь, сегодня Бог принимает нас, потому что когда-то Он отверг Иисуса Христа. Я тебе могу сказать, то, что испытал Иисус Христос, то, что убило Иисуса Христа на этом кресте, послушай, его убило то, что Отец оставил его. В Марке 15 глава говорит нам, как это все было. И написано 33 стих. В 6-м же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до 9-го часа. В 9-м часу возопил Иисус громким голосом, Элуи, Элуи, Ламаса в охване, что значит, Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? И 37 стих нам говорит, Иисус же, возгласив громко, испустил дух, и завеса в храме разорвалась. Знаешь, 2000 лет назад Иисуса убило отверженность. Он не ожидал, что Отец оставит его, пока Отец был с ним. Послушай, Иисус знал, что Он всегда победит. Что бы ни случилось в твоей жизни, какие бы сложности ты ни проходил, что бы судьба не давала тебе, послушай, Отец сказал, я не оставлю тебя. Господь отверг своего сына для того, чтобы принять тебя и меня. Ты знаешь, отверженность, она вошла через Адама, когда он был выгнан из сада через свой грех. И отверженность, она была в нашем ДНК, и никто ничего не мог с ней сделать. И дьявол царствовал в человечестве. Дьявол разрушал человечество. Но пришел Сын Иисус Христос, который разрушил все дела сатаны. Он взял эту отверженность на себя. Иисус до этого болился отцу. Он чувствовал Отца. Он никогда не оставался один. Иисус чувствовал это присутствие, и это давало ему силу. Знаешь, как сегодня, когда ты чувствуешь Бога, как сегодня ты чувствуешь Иисуса Христа в своей жизни, это всегда дает тебе силу. Что бы ни случилось, но сердце Иисуса Христа не выдержало тогда. Сердце Иисуса Христа, оно разворовалось в тот момент, когда Отец не ответил Ему. Знаешь, я молюсь сегодня, чтобы ты получил это откровение о том, что Иисус Христов сделал для тебя. Господь сказал, что Он никогда не отвергнет, что Он никогда не покинет те, кто принял Его и исповедует Господом и Спасителем. Он сказал, даже если мать отвергнет грудное дитя, то Я никогда этого не сделаю. Иисус Христос сегодня тебе обещает. В эти прекрасные дни предпасхальные, в эти дни, когда мы празднуем ту победу, то, что никто, послушай, из человеков больше никогда не будет отвержен, те, которые верят в Него. ДНК, она тогда изменилась, проклятие на людях, оно остановилось. Иисус это взял, Иисус испытал отверженность, как когда-то Адам уходил из Эдемского сада, когда Бог его изгонял. Но Бог правильный судья и любящий судья. И Он исполнил этот план. Он приходил через заветы, через Авраама, Он приходил через Ноя, приходил через Моисея. И Он каждый раз говорил, что человечество, оно будет свободно. Я пошлю своего Сына, Иисуса Христа. Иоанна 3,16 нам говорит, ибо так Бог возлюбил мир, что Он дал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Сегодня, если ты веришь, Бог говорит, что ты имеешь жизнь вечную. Сегодня, если ты веришь, Он говорит, что ты не отвергнут, а ты принят. И ты любимый Сын, ты любимая дочь Его. И что бы ни говорил сатана в твою жизнь, послушай, Бог, Он всегда с тобой. И сегодня новый завет, совершеннейший завет, Он говорит нам о том, что мы приняты самим Господом. И что наша жизнь, она уже не под проклятием, а наша жизнь уже под благословением. Бог высвободил благодать с этого креста. Бог высвободил ту силу, когда ты можешь быть принят всеми. Ты можешь быть принят своей семьей, ты можешь быть принят своими детьми, своим народом. На каждом месте, послушай, тем, кто исповедует Иисуса Христа, Бог тебе дает свою любовь. И ты становишься любимым. А когда ты любим, когда ты принят, послушай, ты можешь эту любовь давать другим людям. И я знаю, что верующие, это особенные люди, наполненные любовью. Верующие, они знают, что Иисус Христос, ихний Господь. Я хотел бы закончить эти слова, Господь, к людям, которым ты дал мне обратиться, словами апостола Павла, через восьмую главу он говорит нам, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ты сегодня сидишь на карантине, это все ко благу. Повернись своим близким, своим родным, обними, поцелуй их, приготовь причастие, вспомни, что Христос, когда уходил на крест, что Он сказал нам? Субтитры подогнал «Симон»